Урок проповедь на воскресенье 31 декабря 2023 года. Тема Христова наука. Золотой текст от Иоанна. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ответное чтение Исаия и Еремия. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия. Ибо уста Господни изрекли это. Слушайте слово Господня, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите. Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свою. Ибо искупит Господь Якова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона. И стекутся к благостенне Господя, к шинице, к вину и елею, к агнцам и волам. И душа их будет, как наполненная водой сад. Они не будут уже более томиться». Урок проповедь из Библии. Исайя. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня, благоприятствовать нищим, послать меня, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». От Иоанна. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу». Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит им, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок, откуда же у тебя вода живая?» «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должны поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Женщина говорит ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобой». В это время пришли ученики и вы удивили, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водоносство и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите, человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» От Луки. В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал ее и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. От Иоанна. И так Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнайте, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославшим Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим Него, Иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец в имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставлю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Галатам «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабства. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Из учебника Целителя «Наука и здоровье» написано Целительницей и Пророком Мэри Беккер-Эдди. Откровение науки Свидетельство христианского разума исцеления возвышается над ослабевающей властью религиозных учений, вне хрупких предпосылок человеческих верований, как данная в Откровении практическая наука. Она царствует на протяжении всех веков, как Христово Откровение Истины, Жизни и Любви, которое остается неизменным и доступным каждому человеку для понимания и исцеления. Самаритянка сказала «Пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне все, что я сделал, не он ли Христос?» «Христос, истина, был раскрыт в Иисусе, чтобы доказать власть Духа над плотью, показать, что истина проявляет в своем влиянии на человеческий разум и тело, исцеляя болезни и уничтожая грех. Иисус являл собой Христа, истинную идею Бога». Жизнь только в Духе Апостол Павел говорит «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Рано или поздно мы узнаем, что оковы, ограничивающие способности человека, сфабрикованы иллюзией того, что он живет в теле, а не в Душе, в материи, а не в Духе». Отрицание притязаний материи – большой шаг, приближающий к радостям Духа, к человеческой свободе и окончательной победе над телом. Чувства Души не могут пострадать ни от возраста, ни от несчастного случая, но от других реальных чувств не существует. Чувства Духа не страдают, они пребывают в вечном покое. Ничто не может скрыть от них всеобщую гармонию, мощь и постоянство истины. Мужчины и женщины всех стран и народов все еще находятся в рабстве у материальных чувств, не зная, как обрести свою свободу. Когда было отменено африканское рабство, это только предвещало дальнейшие шаги к уничтожению всемирного рабства в ее более утонченных и извращенных формах, сложившихся на более высоких уровнях. Поход на защиту свободы Эхо голоса Божьего в защиту африканских рабов еще разносилось, когда голос вестника этого нового крестового похода провозгласил всеобщую свободу, призывая к более полному признанию прав человека как сына Божьего, требуя, чтобы оковы, греха, болезни и смерти были вычеркнуты из человеческого ума, и чтобы его свобода достигалась не войной между людьми, не штыками и кровью, а божеской наукой Христовой. Порабощающиеся системы Бог создал более высокую систему прав человека, и Он построил ее на небесных началах. Они выражены не через кодексы или вероучения, а через наглядную демонстрацию на земле мира и в человеках благоволения. Человеческие законы, насчетническое богословие, материалистическая медицина и чрезмерно раздутая санитария связывают по рукам и ногам истинную веру и духовное понимание. Божественная наука разрывает эти путы, и тогда неотъемлемое право человека быть верным одному только своему Создателю утверждает себя саму. Я наблюдал о больных изнуренных годами неволи и служении ненастоящему повелителю, верящих, что ими управлять тело, а не разум. Порабощающие суеверия Хромых, глухих, немых, слепых, больных, сладострастных и грешников я хотела спасти от порабощения их собственными суевериями и от воспитания фараонов, которые ныне, как встарь, держат детей Израиля в их неволе. Я видела перед собой ужасную борьбу, Красное море и пустыню, но я шла вперед, поддерживаемая верой в Бога, уповая на истину, могучую освободительницу, ведущую меня в страну христианской науки, где оковы спадают, и права человека останутся целиком и полностью известными и признанными. Высший закон прекращает рабство. Я видела, что закон смертного верования заключает в себе все заблуждения, что так же, как оспаривают репрессивные законы и учат смертных их право на свободу, так следует отрицать в молитве и отменять притязания порабощающих чувств. Закон Божественного Разума должен положить конец порабощению человека. В противном случае смертные дальше будут оставаться в неведении относительно своих неотъемлемых прав, в безнадежном рабстве, потому что духовные пастыри допускают незнание Божественной силы, незнание, которое является основой продолжения рабства и человеческого страдания. Исконная Свобода Познав права человека, невозможно не предвидеть конец любого угнетения. Рабство не является законным состоянием человека. Бог сотворил человека свободным. Апостол Павел сказал, «Я родился свободным». Все люди должны быть свободными. Где Дух Господен, там свобода. Христианская наука поднимает знамя свободы и зовет, «За мной! Спасайтесь от иго, болезни, греха и смерти!» Иисус указал путь. «Граждане мира, примите славу свободы детей Божьих и будьте свободными! Это, ваше святое право! Не Божественный закон, а иллюзии материальных чувств поработили вас, сковали свободу ваших движений, парализовали ваши способности, ослабили ваши тела и исковеркали ваши судьбы. Если бы Бог для управления человеком установил материальные законы, неприятновение, которым делало бы у человека больным, то Иисус не пренебрег бы этими законами, исцеляя в прямом противоречии с ними, вопреки всем материальным условиям. Христианская наука показывает Бога не как Творца греха, болезни и смерти, а как Божественный принцип – Всевысший разум, свободный от всякого зла. Материальной науки нет, поскольку вся истина происходит от Божественного разума. И поэтому истина не является чем-то человеческим, и она не есть закон материи, потому что материя – не законодатель. Наука – это эманация Божественного разума, и она одна может правильно истолковать Бога. Ее происхождение духовно, а не материально. Она есть Божественное провозглашение Учителя, наставляющий во всю истину. Утешитель, наставляющий во всю истину. Говоря словами апостола Иоанна, Бог дает вам другого Утешителя, и да пребудет с вами вовек. В моем понимании этот Утешитель и есть святая наука. Аминь, аминь и аминь.